В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня Светлана Колчерина, директор кадастровой палаты по Рязанской области. Светлана Юрьевна, добрый день! Расскажите, пожалуйста, про итоги работы за 2017 год. 2017 год для Росреестра стал годом вступления в силу нового 218-го федерального закона. Этот закон дает полное понимание ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории Российской Федерации. Единый государственный реестр недвижимости объединил в себе данные Единого государственного реестра прав и Государственного кадастры недвижимости. Теперь население и, конечно же, население Рязанской области в том числе может получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, которые содержат сразу всю полную информацию как об объекте недвижимости, та, которая содержалась в государственном кадастре недвижимости, так и о правах, ограничениях и обременениях. Это, безусловно, удобно и комфортно. На сегодняшний день в рамках исполнения этого закона мы реализовываем межведомственные электронные взаимодействия между органами исполнительной власти в части ведения государственного кадастры недвижимости. Сроки учета объектов недвижимости и регистрации права объектов недвижимости в новом законодательстве значительно сокращены, и это, безусловно, комфортно для населения. А если расшифровать, раскрыть тему, почему они стали более доступными? В административном регламенте, можно сказать, однозначно данные понятия и требования к офисам приема и выдачи документов детализируется сам порядок приема документов на государственные услуги Росреестра. И это дает полное представление о том, как заявитель и население может воспользоваться офисами приема и может воспользоваться стандартом предоставления государственной услуги, оговоренным в полном соответствии в этом административном регламенте, для использования его в жизни для получения государственных услуг Росреестра. В следующем году, в 2018, прием документов изменится, и какой будет порядок? На территории Рязанской области практически 90% документов принимаются и выдаются на государственные услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день вопрос на территории Рязанской области практически решен, и в 2018 году в офисе кадастровой палаты, этот офис находится по адресу город Рязань, улица Татарская, дом 56, будет производиться прием и выдача документов для населения на государственные услуги Росреестра по экстратериальному принципу, без предварительной записи. Экстратериальный принцип хотелось бы немножечко прокомментировать. Это для жителей города Рязани и Рязанской области, тех, которые являются правовладателями, либо у них есть какие-то вопросы по недвижимости, которые находятся в других регионах Российской Федерации. Особое внимание Росреестр уделяет ведению публичных ресурсов. Публичная кадастровая карта дает возможность населению иметь достаточно актуальную и оперативную информацию о своем объекте недвижимости путем доступа в интернет. Для того, чтобы получить информацию о своем объекте недвижимости, достаточно зайти на сайт Росреестра, публичная кадастровая карта и ввести кадастровый номер, либо реквизиты и данные объекта недвижимости. То есть регистрироваться нигде? Нигде регистрироваться не нужно. Вы достаточно оперативно увидите данные о своем объекте недвижимости. В 2017 году мы слышали, произошло расширение полномочия кадастровой палаты. Поясните, что это такое? Стандарт предоставления государственной услуги населению в первую очередь это качество предоставления этой услуги. Любое предоставление услуги, в том числе государственной услуги, начинается с понимания этой услуги. И здесь в сфере расширения новых полномочий кадастровой палаты нам предоставили возможность консультирования населения. Консультирование населения в сфере обороты недвижимости. Консультирование населения в сфере обороты недвижимости с письменной резолюцией. Также мы предоставляем услуги по составлению договоров в простой письменной форме. У нас есть также услуга, которая на сегодняшний день востребована достаточно большим лекторатом. Это лекции и семинары на территории кадастровой палаты. Также в 2018 году рассматривается вопрос проведения вебинаров, что позволит в удаленных точках Рязанской области получать консультативную информацию от кадастровой палаты. На сегодняшний день качество предоставления этой услуги достаточно велик. И то, пусть и небольшое время в 2018 году, в котором начали предоставлять эту услугу, дает понимание, что оно востребовано у населения. Также хотелось бы отметить, что на портале государственных услуг Росреестра можно подать документы в электронном виде на государственные услуги Росреестра. Это безусловно комфортно для населения, потому что не нужно посещать офисы приема-выдачи документов и, соответственно, без отрыва от каких-то своих дел воспользоваться электронным ресурсом. В 2017 году большое внимание кадастровой палаты было уделено одной из основных функций кадастровой палаты – это предоставление сведений Единого государственного Реестра недвижимости. Сведения Единого государственного Реестра недвижимости в соответствии с приказами Министерства экономического развития предоставляются в различном формате, что позволяет населению получить их в зависимости от той потребности, которая на данный момент необходима. Например, если они хотят узнать сведения кадастровой стоимости объекта недвижимости, им достаточно обратиться в многофункциональный центр государственных услуг и подать заявление соответствующего образца для того, чтобы там же по истечении установленного законодательством срока получить свой документ. Также они могут получить эти сведения по почте либо в электронном виде в зависимости от его воли и заявления. Также в рамках реализации нового законодательства значительно упростилась для населения процедура государственного кадастрового учета и регистрации прав объекта недвижимости. Теперь это единое заявление и рассматривается в единый срок. То есть достаточно подготовить один пакет документов, один раз предоставить его в пункт приема и выдачи документов, неважно, в многофункциональный центр предоставления услуг, либо филиал кадастровой палаты, и через определенное количество дней в соответствии со сроком, утвержденным законодательством, получить результат. Также в части расширения полномочий кадастровой палаты в 2018 году хотелось бы отметить выполнение комплексных кадастровых работ, а также работ, связанных с исправлением реестровых ошибок. Исправление реестровых ошибок – это очень актуально для населения и для органов власти, так как это связано с устранением пересечений наложений в едином государственном реестре недвижимости. Также хотелось бы обозначить, если мы уже заговорили об ошибках единого государственного реестра недвижимости, что новое законодательство детализирует два вида ошибок. Первое – это реестровые ошибки, это ошибки, как раз допущенные в основном при кадастровых работах. И второй тип ошибок – это технические ошибки. Технические ошибки – это ошибки несоответствия бумажного носителя, который явился основополагающим для внесения данных в единого государственного реестра недвижимости, и электронного ресурса. Технические ошибки по волеизъявлению исправняются очень оперативно, и тем самым можем сказать, что единого государственного реестра недвижимости носит очень хороший актуальный характер. Спасибо вам за беседу. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была Светлана Калчерина, директор кадастровой палаты Паризанской области. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова